Дорогие коллеги и друзья, я помню, как в раннем детстве я читал сказку «Волшебная лампа Аладдина», и я мечтал о том, как я загадал бы три желания Джину. Не очень-то хорошо я помню, какие это были желания, помню только что-то о трех мороженых в день. Но сейчас, если бы мне пришлось потереть эти лампы, мне не составило бы труда сформулировать свои три желания. Первое желание – это вылепить личность и форму гомеопата. Первое чудодейственное пропись гомеопата – не лекарство. Это та связь, которая возникает между гомеопатом и пациентом в атмосфере понимания, поддержки, где пациента никто не судит. Энергия врачу еще всегда является важной составной частью процесса врачевания. Намерение гомеопата, его жизненная сила, его сострадание, его отношения влияют на весь процесс. И поэтому сам врач должен понять, каковы темные и каковы светлые стороны личности его самого. Именно это поможет ему успешно лечить своего пациента, потому что терапевт, во-первых, должен достучаться до сердца своего пациента. Именно качество их общения способствует подлинному излечению. А лопат, врач лопат, все больше и больше становится специалистом технического профиля, и он как бы отходит от личности пациента. Как писал Карл Юнг, психотерапия научила нас тому, что в конце концов имеет значение ни знания, ни технические навыки. Подлинный целительный эффект имеет личность врача. Помимо таких качеств, как знания, чрезвычайно существенны такие факторы, как сердце, доброе сердце. И для того, чтобы успешно лечить, нам нужны и опыт, и чувствительность, то, что называется эмпатией. Концепция символического образа божественного врачевателя выражается в динамике поля, которая возникает между врачующим и пациентом. Подлинный врачеватель в буквальном смысле принимает на себя страдания пациента и делит их с ним. И в этом смысле он берет на себя риск. Конечно, широко принято, что процесс мыслей, эмоций самого пациента могут способствовать или препятствовать лечению. Но также широко известно, что процесс мыслей и эмоций врачевающего имеет такое же важное значение. Концепция и символический образ героя символизируют человека, который осмелится стать личностью. Это человек, который принимает на себя риск, который рискует самим фактом своего существования, своей независимостью, который покидает удобное поле определенности и принимает на себя риск неопределенности. Он имеет мужество быть другим, имеет мужество покинуть удобную территорию традиционной медицины и отправиться в те сферы, где столь много неизвестно. Для того, чтобы искать истину, истину не только в мысли, но истину своих подлинных чувств, это мужество возможно только на основании веры. Верой не в смысле веры в какую-то идею, которую нельзя доказать научным способом или рационально. Это вера в законы и принципы гомеопатии, на которые нужно полагаться, которым нужно доверять. Вот это та самая вера, о которой я говорю. И здесь я сформулирую свое второе желание. Органон – это самая драгоценная книга гомеопатов. И наша первичная задача, наш долг не перед пациентом, а перед истиной, которой мы должны служить во благо всех больных и страждущих. Конечно же, наша задача – не доказывать кому-то, что бы то ни было. Наша задача – просто работать, применяя принципы, так, чтобы истина и доказательность наших действий были видны всем. Пришло время, чтобы в школах в обязательном порядке изучали органон. Я никогда не видел практика, медика, который, хорошо ознакомившись с этой замечательной книгой, не мог бы найти решение в самом тяжелом случае. Правила, которые изложены в органоне, смогут помочь любому врачу успешно вести гомеопатическую практику, сохраняя при этом энтузиазм новичка, энтузиазм неофита. Книги можно подразделить на такие категории – метеоры, движущиеся звезды и недвижимые звезды, сияющие вечно и незыблемо. Первые книги – это метеоры, которые производят моментальный эффект, вы смотрите на них, вы воскликнете, смотрите, а потом они исчезают. Второй вид книг – это путешествующие, движущиеся звезды. Они светят нам несколько дольше, и они оказывают влияние на своих современников и на тех, кто следует тем же путем, что и они. Но третий тип – это незыблемые, неподвижные звезды, которым принадлежит органон. Они сияют своим собственным светом, влияя на всех людей на Земле, на всех, кто принадлежит Вселенной и человечеству. Именно потому, что они так высоко в небесах, их свет достигает Земли не сразу. Для этого требуется времени. Довольно много времени. И органон достиг своей высоты просто потому, что он был написан не для того, чтобы автор мог стяжать себе славу, а для того, чтобы выразить накопленную в веках мудрость. Через года я слышал и сейчас продолжаю слышать, что классическая гомеопатия не работает. Я пробовал, но ничего не получалось. Я прибег к новому способу, эзотерическому способу и преуспел. Но с каких это пор? Этот гомеопат забыл, что гомеопатия базируется на законах природы. Разве эти законы меняются со временем? Можно ли утверждать, что в результате 50 лет изучения предмета закон тяготения изменился? Конечно же нет. Мы изучили гораздо большее количество лекарств. Наши верификации все более полные, но законы, дамы и господа, остались незыблемы, неизменными. И теперь мой третий посыл, мое третье желание. Я бы хотел вылепить личность пациента, идеального пациента. Никто никогда не говорил о том, что гомеопатия может излечить абсолютно все. Успех в работе с пациентами зависит не только от наших умений. Как уже говорилось раньше, есть и другие факторы, которые оказывают влияние на процесс. Во-первых, нужно знать, достигли наш пациент предела страданий, когда он приходит к нам. Бывает, к нам приходит пациент в офис гомеопата и говорит, я болен, я несчастлив, вы профессионал, помогите мне. Знаете, дамы и господа, после всех лет практики я бы повесил такие плакаты у себя на стене в офисе. Первое. То, что вы пришли, недостаточно. И второе. Я не бог, и у меня нет волшебной лампы, которую можно потереть, и джинн исполнит ваши желания. Три желания. Хотя я знаю, какие это могут быть желания. Первый. Я бы хотел, чтобы мой супруг или супруга был ко мне более внимателен. И, естественно, в зависимости от того, кто к вам обратится, мужчина или женщина, это желание будет иметь иное содержание. Второе желание. Возможное желание пациента. Мне нужно больше денег. Я никогда не выигрываю в лотарее. Третье. Я бы хотел, чтобы мой сын стал президентом Соединенных Штатов. Что я хочу всем этим сказать? Если пациент просто принимает лекарства, процесс излечения далеко не ориентирован. Пациент должен активно участвовать в процессе излечения. И только тогда можно добиться успеха. И здесь, опять же, очень важна личность гомеопата. Может ли гомеопат стать хорошим проводником, который ведет своего пациента по дороге излечения? Будет ли он слегка подталкивать его путем своего совета и поиском правильного лекарства? Я хотел бы сейчас процитировать Альберта Швайцера, который был моим кумиром с самого детства. Я не знаю, какова ваша судьба, но я знаю наверняка одну вещь. Только те из вас будут счастливы, кто найдет свой путь служения. Как теннисист я переформулировал это для себя несколько иначе. Так же, как и в теннисе, лучше делать подачу, давать, нежели получать. Благодарю вас. А сейчас я хотел бы передать слово доктору Марине Афанасьевой, главе Организационного комитета и доброму джину нашего Конгресса. Марина, слово вам. Марина, слово вам.